Венера загадочная и неповторимая, как богиня, в честь которой ее назвали. Мало кто из ученых сосредотачивался на скалистой планете, как на среде обитания чего-то живого. Зато десятилетиями ученые искали признаки жизни в других местах, обычно заглядывая на Марс, а недавно на Европу, Энцелад и другие ледяные спутники планет-гигантов. А зря. Венера нашла, как удивить скептиков, выводя космические исследования на новый уровень. Венера наблюдается тысячелетиями, как одно из двух тел между Землей и Солнцем. Еще во времена древних римлян было понятно, что Венера была одной из четырех планет, кроме Земли. Будучи самой яркой и заметной, римляне назвали Венеру в честь своей богини любви и красоты. В результате своего названия планета, естественно, ассоциировалась с любовью, женственностью и романтикой на протяжении истории. Часто отмечают, что Венера и Земля – это планеты-близнецы из-за их сходства по размерам, плотности, массе и объеме. Хотя эти планетные характеристики относительно одинаковые. Венера и Земля все еще существенно отличаются многими другими факторами. Как и в случае с Меркурием, наши знания о Венере значительно выросли в течение второй половины 20 века. Например, в нескольких планетарных миссиях, проведенных НАСА и Советским Союзом, начиная с 1960-х годов. Ученые надеялись найти доказательства, что условия под чрезвычайно плотными облаками, покрывающими планету, позволяют найти жизнь. Но так ли это? И какие особенности Венеры удалось узнать? Венера – вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на земном небе после Солнца и Луны. На самом деле Венера может выглядеть настолько яркой, что пилот на борту рейса Air Canada в январе 2011 года на самом деле принял ослепительную планету как самолет, что приближается. Пилот отправил свой самолет на аварийное погружение, чтобы избежать столкновения в воздухе с тем, что позже следователи определили как планету Венера. Именно так сообщали канадские представители авиационного транспорта. Миллиарды лет назад климат Венеры мог быть подобным климата Земли. Ученые считают, что Венера когда-то имела большое количество воды или океанов. Однако из-за высоких температур, вызванных чрезвычайным парниковым эффектом, эта вода давно выкипела, и поверхность планеты сейчас очень горячая и враждебная, чтобы поддерживать жизнь. Хотя другие ученые не столь категоричны в своих утверждениях. Атмосферу Венеры можно разделить на два широких слоя. Первый — это облачный слой, который эффективно охватывает всю планету. Второй — это все, что находится ниже этих облаков. Облака, окружающие Венеру, составляют от 50 до 80 километров над поверхностью планеты и состоят преимущественно из диоксида серы, СО2, и серной кислоты. Эти облака настолько плотные, отражающие 60% солнечного света, что Венера получает. Через густые облака, окружающие Венеру, детали ее поверхности невозможно получить простыми фотографическими средствами. К счастью, ученые смогли воспользоваться методом радиолокационного отображения для получения этой информации. Хотя как фотография, так и радиолокация работают, собирая излучение, отраженное от объекта. Разница заключается в формах собранного излучения. Фотография собирает видимое излучение света, а радиолокация — микроволновое излучение. Первые радиолокационные отражения поверхности Венеры с использованием космических кораблей состоялись в 1978 году, когда космический корабль «Пионер Венера» начал орбиту вокруг планеты. Обнаружили поверхность, состоящую преимущественно из равнин, образованных древними потоками лавы, только с двумя нагорными регионами — Иштар-Терра и Афродита-Терра. Космические аппараты нескольких стран посетили Венеру. В том числе успешная была серия Советского Союза «Венера», что осуществило первые посадки на поверхность планеты. Также была успешной миссия «Магеллана» НАСА, которая изучала Венеру с 1990 по 1994 год. В 1990 году космический корабль «Магеллан» начал орбиту вокруг Венеры. В дополнение к выполнению радиолокационного отображения, «Магеллан» также осуществил более усовершенствованное радиолокационное изображение, которое собрало гораздо более точные детали. «Магеллан» нашел примерно тысячу ударных кратеров. Интересно, что ни один из увиденных кратеров не имел диаметра менее двух километров. Дополнительные наблюдения относительно размера ударных кратеров помогло пролить свет на возраст поверхности планеты. По оценкам, возраст поверхности Венеры составляет около 300-400 миллионов лет. Для сравнения, поверхность Земли имеет возраст около 100 миллионов лет. Но самое интересное было дальше. В то время как холодный Марс охватывают зонды НАСА, Венеру изучает только один зонд — одинокий японский космический корабль «Акацуки». Изображения Венеры, сделанные по данным, записанным японскими космическими кораблями «Акацуки» в 2016 году, впечатляют. Высоко в токсической атмосфере планеты Венера астрономы на Земле обнаружили признаки того, что может быть жизнью. Астрономы с помощью мощных телескопов обнаружили химическое вещество — фосфин — в густой атмосфере Венеры. А самое интересное, что его там быть просто не может, ведь появление фосфина не имеет обоснованного объяснения. После проведения многих анализов некоторые ученые стали утверждать, что что-то живое сейчас существует на планете. Ведь это является единственным объяснением источника химического вещества. Некоторые исследователи ставят под сомнение эту гипотезу, и вместо этого они предполагают, что газ может возникнуть вследствие непонятных атмосферных или геологических процессов на планете. Но каких — остается загадкой. Эта находка также побуждает некоторых ученых-планетариев спросить, не пропустило ли человечество планету, которая когда-то, возможно, была более похожей на Землю, чем любой другой мир нашей Солнечной системы. «Это удивительная и неожиданная находка», — сказала Сара Сигер, ученый-планетарий с Массачусетского технологического института. «Это, безусловно, будет способствовать дальнейшим исследованиям возможностей жизни в атмосфере Венеры». Она добавила, «Венера игнорируется НАСА так долго — это действительно позор». Джим Бриденстайн, администратор НАСА, ответил на вывод в Твиттер, сказав, «пора определить приоритет Венеры». Химики сравнивают фосфин с пирамидой. Один атом фосфора занимает основу из трех атомов водорода. Космический корабль НАСА «Кассини» обнаружил его в атмосфере Юпитера и Сатурна. В этой ситуации доктор Соуса Сильва сказал, что для формирования фосфина не нужно жизни. Огромное тепло и давление могут заклинить атомы фосфора и водорода вместе, образуя молекулу. Но на меньших скалистых планетах, таких как Земля и Венера, говорят исследователи, недостаточно энергии для того, чтобы производить большое количество фосфина таким же образом. Однако есть одно, что кажется, очень хорошо его производит. Анаэробная жизнь или микробные организмы, которые не нуждаются или не используют кислород. «В таких мирах, насколько мы можем судить, только жизнь может создавать фосфин», сказала доктор Соуса Сильва. Она давно изучила газ, считая, что обнаружение его выбросов из скалистых планет, вращающихся вокруг далеких звезд, может служить доказательством существования жизни на других местах Млечного Пути. Здесь, на Земле, фосфин содержится в нашем кишечнике, в фекалиях барсуков и пингвинов, в некоторых глубоководных червях, а также в других биологических средах, связанных с анаэробными организмами. Он также чрезвычайно ядовит. Военные использовали его для химической войны, но ученые еще не объяснили, как его делают земные микробы. Команде нужен был более мощный телескоп, и ученые в следующем использовали большой миллиметровый массив Атакама в Чили в марте 2019 года. На этот раз они обнаружили, что все признаки указывали на фосфин. И то много, колеблясь от 5 до 20 частей на миллиард. Хотя эти цифры могут показаться небольшими, это в тысячи раз больше, чем в атмосфере Земли. Доктор Соуса Сильва, доктор Грифс и их коллеги планировали завершить дополнительные наблюдения в телескоп в начале этого года. Но пандемия коронавируса и ограниченное время Венеры над горизонтом препятствовали их способности собрать больше доказательств, оставляя множество вопросов без ответа. Команда потратила год, воспроизводя венерианскую среду в компьютерном моделировании, чтобы проверить различные объяснения относительно источника и количества фосфина. «Мы сделали так, что исключили все другие источники фосфина, кроме жизни», сказал доктор Бэйнс. Доктор Сигар и его коллеги предположили, что микробы, которые переносятся вверх на воздушных потоках, так называемыми гравитационными волнами, могут жить, метаболизироваться и размножаться внутри капель серной кислоты и воды. А учитывая количество производимого газа, популяция этих микробов была бы достаточной. О том, как эти микробы попали туда, лучшая догадка по ее словам заключается в том, что они возникли на поверхности, когда Венера имела океаны, еще 700 миллионов лет назад. Но они были вытеснены в небо, когда планета высохла. И никто не знает, микробы, если они настоящие, основанные на ДНК, как мы, или над совсем другом. «В поисках жизни в другом месте так трудно не быть ориентированным на Землю», сказала доктор Соуса Сильва, «потому что мы имеем только одну точку данных». Чтобы не делать бесполезных предположений, исследователи хотят собрать больше данных телескопов и увидеть различные модели, проверенные и испытанные. Роботизированные космические миссии на Венеру также могут способствовать поискам. Индийское космическое агентство предложило миссию в ближайшие годы, как и частная ракетная компания «Рокетлаб». «Рокетлаб» была очень громкой компанией об отправке космического корабля на Венеру в 2023 году, еще до того, как был найден «Фосфин». Сейчас глава компании говорит, что ее миссия Венера может быть разработана для того, чтобы искать там также признаки жизни. Любой сценарий интригует, и представители НАСА уже намекают, что некоторые предложенные миссии на Венерианское облако могут вскоре получить зеленый свет. Двое финалистов, да Винчи и Веритас, предлагают миссии на Венеру. Веритас отправлял бы зонд на орбиту Венеры и фотографировал ее поверхность, тогда как да Винчи посылал бы зонд через атмосферу планеты. Этот зонд принимал бы образцы воздуха на пути вниз, потенциально рассказывая нам больше о том, что задерживается в облаках. Однако процесс десятилетия займет много времени. Но несмотря на все волнения и планирования, понятно, что сейчас все взоры устремлены на Венеру, чтобы дать ответ на один вопрос – есть ли жизнь на Венере? Хотя бесконечная вселенная манила человека уже достаточно долго, цивилизация сделала первые шаги в космос лишь немногим более полувека назад. Конечно, если говорить о космической эре, то цивилизация еще очень далека от этого титула. Но амбициозные планы уже есть. Марс был очевидным выбором для терроформирования и колонизации на протяжении многих лет. Это связано с рядом причин, в том числе с тем, что Марс настолько близок к Земле относительно, что это самая легкая планета, на которую можно добраться. Более того, это единственная планета, климат которой весьма отдаленно похож на земной и имеет шансы стать таковым. К примеру, исследования ученых позволили подтвердить некоторые интересные теории, А именно ранее на Марсе существовала атмосфера и даже влага, которая позже была унесена солнечным ветром из-за отсутствия сильного магнитного поля планеты. Впрочем, сегодня там все еще могут оставаться остатки жидкости и крайне разреженный воздух, конечно, отличающийся по составу от земного. Все это приводит к выводу, что теоретически здесь возможна жизнь, и Марс имеет реальные шансы стать первой колонией Земли в обозримом будущем. Конечно, для этого потребуются колоссальные финансовые и ресурсные затраты, а сама планета должна измениться до неузнаваемости. Идея терраформирования Марса, он же двойник Земли, захватывающая идея. План, связанный таянием полярных ледяных шапок, медленным созданием атмосферы и последующим преобразованием окружающей среды в листву, реки и стоячие водоемы, всего этого достаточно, чтобы вдохновить практически любого. Но сколько времени займет такое усилие? Чего это будет стоить нам? И действительно ли это эффективное использование нашего времени и энергии? Существуют два глобальных подхода и теории развития в этом направлении. Положительный план. В течение многих лет Марс существовал как обнадеживающая планета B. Второстепенный вариант, если Земля больше не может поддерживать нас как вид. От научно-фантастических рассказов до научных исследований люди давно рассматривали возможности жизни на Марсе. Основным элементом многих концепций колонизации Марса является терраформирование. Гипотетический процесс изменения условий на планете, чтобы сделать ее пригодной для жизни, существующей на Земле, включая людей без необходимости в системах жизнеобеспечения. Терраформирование Марса можно разделить на две фазы. Первая фаза — это нагрев планеты с нынешней средней температурой поверхности минус 60 до значения близкого к средней температуре с Земли до плюс 15 градусов и воссоздание плотной атмосферы СО2. Эта фаза потепления относительно легкая и быстрая и может занять около 100 лет. Чтобы успешно сделать Марс похожим на Землю, то нам нужно будет повысить температуру, чтобы вода оставалась в жидкой форме, а атмосфера стала более плотной. Такого результата можно добиться при помощи парниковых газов, уже присутствующих на Марсе. Мы теоретически можем повысить температуру и изменить атмосферу настолько, чтобы сделать планету похожей на Землю. Но единственный парниковый газ на Красной планете, которого достаточно, чтобы вызвать значительное потепление, это углекислый газ, СО2. К сожалению, его недостаточно, чтобы сделать планету похожей на Землю по составу воздуха. Более того, даже если бы на Марсе было больше СО2, большая часть его была бы очень труднодоступной и потребовалось бы много усилий, чтобы выпустить этот газ в атмосферу планеты. Например, СО2 может быть выпущен из полярных ледяных шапок, взорвав их непосредственно с помощью взрывчатки. Да, на Марсе СО2 присутствует в горных породах и полярных ледяных шапках. Ученые использовали данные различных марсоходов и космических аппаратов, наблюдающих и изучающих Марс за последние 20 лет, чтобы сделать вывод о количестве и залежах СО2. Они задокументовали все известные поверхностные и подземные резервуары СО2 на Марсе. Несмотря на то, что на Марсе присутствует значительное количество углекислого газа, доступного объема теоретически достаточно, чтобы сделать комфортное атмосферное давление. Чтобы успешно терраформировать Марс, необходимо повысить уровень атмосферы, чтобы люди могли ходить без скафандров. Но хотя утроение атмосферного давления на Красной планете может показаться большим шагом, это всего лишь один из десятков факторов, необходимых для того, чтобы сделать атмосферу пригодной для обитания земных существ. Азот также является фундаментальным требованием для жизни и необходимым компонентом, пригодной для дыхания атмосферы. И недавние данные марсохода Curiosity показывают, что нитраты составляют около 0,03% от массы почвы на Марсе, что является хорошим показателем для терраформирования. Вдобавок ко всему, ученым нужно будет решить определенные этические вопросы, связанные с тем, как терраформирование может повлиять на Марс. Сроки потепления Марса после целенаправленных усилий по производству парниковых газов относительно небольшие. Всего 100 лет или около того. Вторая фаза — это выработка в атмосфере уровней О2, которая позволит людям и другим крупным млекопитающим нормально дышать. Эта фаза оксигенации крайне сложна и займет 100 тысяч или более лет, конечно, при текущем уровне развития человеческих технологий. После создания этой плотной атмосферы следующий шаг будет включать в ее состав что-то пригодное для дыхания человека, где уровень О2 будет эквивалентен примерно 13%, а уровень СО2 будет менее 1%. Эта фаза, известная как фаза оксигенации, займет значительно больше времени. На Земле высокий уровень газообразного кислорода О2 и низкий уровень СО2 обусловлен фотосинтезом. Эти реакции основаны на солнечной энергии для преобразования воды и углекислого газа в биомассу. Согласно прогнозам ученых, при текущем развитии технологий на выполнение этого этапа потребуется гораздо больше времени — от 100 до 170 тысяч лет. Конечно, если бы весь солнечный свет, падающий на Марс, был использован со стопроцентной эффективностью для выполнения этого химического преобразования, то для получения высоких уровней О2 потребовалось бы всего 17 лет. Однако вероятная эффективность любого процесса, который может преобразовывать H2O и CO2 в биомассу и О2, намного меньше 100%. Единственный пример процесса — это глобальная биология. На Земле эффективность глобальной биосферы в использовании солнечного света для производства биомассы и О2 составляет всего 0,01%. Таким образом, временный масштаб для создания атмосферы на Марсе, богатый кислородом, составляет 10 тысяч умножить на 17 лет или около 170 тысяч лет. Впрочем, ученые делают поправку на синтетическую биологию и другие биотехнологии, которые, как они утверждают, могут повысить эффективность и сократить временные рамки до 100 тысяч лет. Вдобавок, если бы люди могли использовать естественный фотосинтез, который имеет сравнительно высокую эффективность в 5%, на всей планете, то есть высаживать листву по всему Марсу, тогда временной отрезок можно было бы сократить даже до нескольких столетий. Опасности и дилеммы. Также следует сказать, что колонизация и терроформирование Марса с учетом текущего развития технологий является весьма опасным делом. В первую очередь для колонистов и космонавтов, ведь жизнь на таких космических телах, как Луна или Марс, может быть опасной для поселенцев. Помимо того, что они уязвимы для солнечного и космического излучения, колонистам придется иметь дело с существенно меньшей гравитацией. В случае Луны это будет примерно в 0,165 раза больше, чем у людей здесь, на Земле, то есть 1G, тогда как на Марсе это будет примерно 0,376G. Долгосрочные эффекты этого неизвестны, но ясно, что это может включать дегенерацию мышц и потерю костной массы. Если посмотреть дальше, то совершенно не ясно, каковы будут последствия для тех детей, которые родились в любой среде. Надежды на развитие медицины не отменят физической деградации мышц, костей и всего организма. Реабилитация в центрифугах – менее целесообразное решение по сравнению с корабельной биосферой, где можно обеспечить практически постоянную имитацию нормальной гравитации и комплекс защиты от любых вредных воздействий космической среды. Более того, существует большое количество морально-этических дилемм, с которыми человечество может столкнуться в процессе освоения Красной планеты. Например, если в настоящее время на Марсе существует какая-либо жизнь или жизнь, которую можно возродить, это может поставить перед человеческими колонистами неоспоримую этическую дилемму, особенно если эта жизнь связана с жизнью на Земле. Ближайшее будущее Очевидно, что пока на данном этапе развития человечества нам рано думать о серьезном освоении Марса и терраформировании всей планеты. Но этот путь также начинается с первых шагов, и они могут быть сделаны в обозримом будущем. Ученые считают наиболее вероятными перспективами выхода человечества в космос в период до 2030 года. Этот этап будет включать создание первых космических биосфер с искусственной гравитацией, что приведет к ключевым разработкам с точки зрения материалов, технологий, системы жизнеобеспечения, а также роботизированных систем и инфраструктуры, необходимых для установки и обслуживания мест обитания на низкой околоземной орбите. Эти места обитания можно будет обслуживать благодаря созданию космических аппаратов-роботов, которые могут собирать ресурсы с близлежащих тел, таких как Луна, и объектов, сближающихся с Землей. Эта концепция не только устранит необходимость в планетарной защите, то есть опасения по поводу загрязнения биосферы Марса при условии наличия бактериальной жизни, но и позволит людям более плавно привыкать к космосу. А с созданием космической среды обитания можно было бы начать некоторые очень важные исследования, включая медицинские и биологические исследования, в которых будут участвовать первые дети, родившиеся в космосе. Это также будет способствовать развитию надежных космических кораблей и технологий добычи ресурсов, которые пригодятся для заселения других тел, таких как Луна, Марс и других планет. Наконец, ученые обрисовывают в общих чертах этапы, которые необходимо предпринять, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Эти шаги включают в себя адаптацию текущих и будущих роботизированных миссий для оценки марсианских ресурсов, математических и компьютерных моделей, которые могут исследовать задействованные процессы, инициативу по созданию синтетических организмов для Марса, средства для тестирования методов терроформирования в ограниченной среде и определенный регламент действий, который установит ограничения и защиту. Выводы. Да, человечество пока не готово к тотальному освоению космоса и колониям внеземного шара. Но постепенно этот процесс сдвигается с мертвой точки. И первым серьезным форпостом на этом пути является Марс. Существует несколько различных путей решения и развития этого амбициозного проекта освоения Красной планеты. Возможно, мы увидим, что движемся сразу в нескольких направлениях. Некоторые группы будут выступать за создание космических средобитания на орбите Земли, а позже и в других частях Солнечной системы, основанных на искусственной гравитации и роботизированных космических кораблях, добывающих материалы на астероидах. Другие в это же время сосредоточатся на создании форпостов на планетных телах с целью превратить их в новые Земли. Очевидно одно. Космос и Марс, в частности, являются удивительными загадками, меняющими человечество. И, возможно, когда-то наша планета перестанет быть единственным домом для людей. С начала космической эры в 1950-х годах мы запустили тысячи ракет и отправили на орбиту еще больше спутников. Многие все еще там, и мы сталкиваемся с постоянно растущим риском столкновения по мере того, как мы запускаем больше. Пока люди изучали космос, мы также создавали немного беспорядка. На орбите нашей планеты находятся тысячи мертвых спутников, а также обломки всех ракет, которые мы запустили за эти годы. Однажды это может стать проблемой. Самый культовый кусок космического мусора — знаменитая маленькая отвертка, которая выскользнула из рук космонавта и кружила по низкой околоземной орбите со скоростью до 34 560 км в час. Та, которой сейчас 38 лет. Эта, казалось бы, безобидная маленькая отвертка засоряет пространство вместе с перчатками, фотоаппаратами, крышками объективов, одеялом, космонавта, мешками для мусора, пятнами краски, твердым топливом, гаечными ключами, гаеками, болтами, сумкой для инструментов, плоскогубцами и зубной щеткой. Проблема в том, что вышеупомянутые объекты космического мусора ничто по сравнению с тем, что также есть в космосе. Устаревшие космические корабли, куски спутников и ракет, маховики импульса, ядра ядерных реакторов и фрагменты ракет, которые разбились или столкнулись с другими объектами. Проще говоря, космический мусор — это все, что создано руками человека и не используется активно. Размеры космического мусора варьируются от микроскопических частиц до устаревших космических аппаратов и ракетных корпусов высотой в несколько этажей. Учитывая, что крошечное пятнышко краски в космосе может треснуть окно космического корабля, можете ли вы представить себе ущерб, нанесенный осколком гигантской ракеты, врезавшейся в спутник национальной безопасности на скорости 34 560 км в час? Такое столкновение создало бы колоссальные проблемы на Земле, подвергая опасности как наших космонавтов, так и мирных жителей. Угроза, которую представляет собой небольшой, неотслеживаемый космический мусор, значительно именно потому, что его точное количество много, и рассеивание почти повсюду трудно определить количественно, почти невозможно. Оценка риска, который космический мусор представляет для действующих космических кораблей и спутников, является сложной задачей и зависит от того, на что смотреть. На известный отслеживаемый объект мусора или неизвестный объект. По крайней мере, известные объекты хорошо известны. К ним относятся старые космические корабли, другие спутники, корпуса, ракет и крупные фрагменты, оставшиеся после разрушений в прошлом. Они отслеживаются рядом стран, включая Германию, Францию, Великобританию и США, а также самим Европейским космическим агентством, используя как оптические телескопы, так и радар. Радар наиболее эффективен для обнаружения мусора на высоте ниже 5000 километров, в то время как оптическое слежение предпочтительнее для более высоких уровней и для геостационарных орбитальных зон, используемых телекоммуникационными и вещательными спутниками. Сказал профессор ЭКО Вальтер Флуре, выступая на семинаре в Германии в октябре прошлого года. Полученные орбитальные данные для крупных космических объектов собираются в каталоге, широко доступные в космическом сообществе. В их число входит база данных DIS-COS, база данных и информационная система, характеризующая объекты в космосе, поддерживаемая сотрудниками отдела анализа миссий в Центре космических операций ЭКО и СОСИ в Дармштадте. Но не стоит упускать, что даже маленькие предметы – большая угроза. Однако оценка риска, связанного с более мелкими обломками, – это совсем другое дело, поскольку их сложно или невозможно отследить. Мельчайшие частицы варьируются от микроскопических частиц пыли, которые относительно безвредны, до предметов диаметром около 1 см. Объекты в этом диапазоне представляют собой угрозу, но защитные экраны, включая технологию Whipple Shield, достаточно надежны, чтобы их победить. Однако экранирование можно использовать только в некоторых миссиях, таких как Международная космическая станция. Настоящее беспокойство вызывают предметы размером от 1 до 10 см, диаметром примерно салатник. Они слишком малы и многочисленны, чтобы их можно было отслеживать по отдельности. Но они могут повредить или убить любой корабль, в который они попадут. В 1993 году первая миссия по обслуживанию обнаружила отверстие диаметром более 1 см в антенне с высоким коэффициентом усиления, установленной на космическом телескопе Хаббла. Предмет мусора полностью проник в антенну, но установка продолжала работать. В июле 1996 года французский военный разведывательный спутник CERIS был поражен и серьезно поврежден, по иронии судьбы, занесенным в каталог фрагментом взрыва верхней ступени Арианы. По состоянию на 2021 год окна космического челнока меняли больше сотни раз из-за ударов субмиллиметрового объекта. В настоящее время вокруг Земли вращается около 2000 активных спутников, но и еще 3000 мертвых замусорили космос. Более того, существует около 34 тысяч кусков космического мусора размером более 10 см и миллионы более мелких кусков, которые тем не менее могут оказаться катастрофическими, если они столкнутся с чем-то еще. Спутник-спутник-1, сфера с четырьмя штыревыми антеннами, первый в мире спутник, запущенный Советским Союзом 4 октября 1957 года. С начала космической эры в 1957 году спутники были выведены на орбиту. Было осуществлено более 5000 запусков ракет. 10 февраля 2012 года неработающий российский военный спутник связи «Космос-2251» ударил по солнечной панели коммерческого американского спутника связи «Иридиум-33». Панель разбилась, и «Иридиум-33» вышел из-под контроля. «Космос-2251» распался. В результате катастрофы образовалось более 2000 осколков космического мусора размером более 10 см. И, возможно, сотни тысяч более мелких фрагментов, которые в настоящее время невозможно отследить с Земли. Типичные орбитальные скорости могут составлять десятки тысяч километров в час. В случае «Космоса» и «Иридиума» скорость столкновения составила 42100 километров в час. Причина, по которой «Космос» и «Иридиум» шокировали аэрокосмическое сообщество, заключалась в том, что это был определенный шаг к кошмарному сценарию, который был предложен в 1978 году и известен как «Синдром Кесслера». Сотрудник НАСА Дональд Кесслер вместе с коллегой Бартоном Курпале предположили, что с увеличением количества спутников возрастает риск случайных столкновений. Образовавшиеся обломки уничтожат и другие спутники, вызывая цепную реакцию, которая быстро окружит планету огромным облаком обломков. В этом случае орбиты станут непригодными для использования, потому что все, что на них размещено, будет вдребезги разбито, что усугубит проблему. «В конце концов мы потеряем доступ к космосу. Загрязняя космос сейчас, мы лишаем себя возможности освоить его в будущем». Китайцы отправили нас по пути к синдрому Кесслера в 2007 году, когда уничтожили ракеты, один из своих спутников. Это было испытание, призванное показать Западу, что Китай обладает противоспутниковыми возможностями. В итоге оставив облако обломков, содержащие 3000 отслеживаемых частиц. Насколько это реально? Вполне может быть. Несколько компаний планируют создать новые огромные группы спутников, называемые мегагонсталляциями, которые будут передавать интернет на Землю. Эти компании, в число которых входят SpaceX и Amazon, планируют запустить тысячи спутников для обеспечения глобального покрытия спутниковым интернетом. В случае успеха на орбите может быть еще 50 тысяч спутников. Это также означает, что необходимо будет выполнить гораздо больше маневров для предотвращения столкновений. Международная космическая станция – самое большое искусственное сооружение в космосе. Его размер делает его самой большой мишенью для космического мусора. Уже много лет МКС избегает столкновений, делая маневры. Например, маневры прошли в апреле 2011 и январе 2012 года. Это очень трудно и затратно, но, увы, жизненно необходимо. Спутник NOAA NASA Suomi NPP избегает лобового столкновения на скорости 56 тысяч километров в час. Такой маневр он сделал в сентябре 2014 года, когда группа «Миссии АЭСУОМИ» наблюдала за возможным приближением объекта мусора. Чтобы представить отслеживаемый мусор в перспективе, около 10% всего известного космического мусора, накопленного за последние 55 лет, возникло в результате столкновения космоса и Иридиума в 2009 году. «Но что можно предпринять, спросите вы? Почему мы не запускаем специальные спутники для очистки космоса?» Во-первых, потому что это политически чувствительно. Спутник, даже не работающий, остается собственностью людей, которые его запустили. Так что нельзя просто начать вытаскивать объекты с неба, даже если они представляют опасность для вашего космического корабля. Во-вторых, во всем этом есть явно военная сторона. Если у вас есть возможность вытолкнуть мертвый спутник с орбиты, вы можете использовать тот же метод, чтобы снять активный спутник. Это запутанная юридическая, политическая и военная проблема. Работа продолжается в различных космических агентствах по всему миру, в частности, как часть программы осведомленности о космической обстановке ЭКО и независимо в управлении программы НАСА по орбитальному мусору. Время имеет существенное значение. Как известно, Дуглас Адамс сказал «Космос велик», что верно, если рассматривать всю Вселенную. Однако космос вокруг Земли нет, и мы с каждым днем заполняем его все полнее. Мы должны найти способ решить проблему космического мусора. А как эту проблему можно решить, на ваш взгляд? Солнечные лучи пробирались сквозь стекла жилища. Неохотно проснувшись, он подошел к окну, любуясь залитой солнечным светом родной планетой. «Пора идти», – пробормотал человек на ходу, натягивая скафандр, заперев дверь, отправляясь по своим лунным делам. «Ммм, что это? Ммм, что? Куда я вообще попал? Это что, начало фантастического фильма? О нет!» Что если через сто, двести или более лет люди будут жить на Луне так же, как сейчас на Земле? Ведь уже сейчас планируется множество лунных миссий. Но об этом чуть позже. Давайте вспомним, что вообще это за небесное тело, и почему мы до сих пор не летаем туда на экскурсии, учитывая, что люди уже ступали на поверхность Луны. Давайте сначала вспомним, как начиналась экспансия человека на Луну. Человечество начало изучать Луну более 2200 лет назад. Еще в III веке до н.э. ученый из Греции Аристарх Самоский измерил примерный размер Луны. В начале XVII века Галилей разглядел в своем телескопе горы и кратеры Луны. С 1950-х годов началась космическая эра. Луна была первым местом за пределами Земли, которого пытались достичь люди. С тех пор более ста исследователей-роботов из более чем полдюжины стран отправили космические корабли на Луну. Девять пилотируемых миссий совершили полеты на Луну и обратно. Луну впервые посетили беспилотные спутники Луна-1 и Луна-2 Советского Союза в 1959 году. А по состоянию на апрель 2019 года — семь стран. Первая высадка человека на Луну состоялась 20 июля 1969 года. Во время миссии Аполлона в 1969-1972 годах 12 американских астронавтов вышли на Луну и использовали лунный движущийся аппарат, чтобы путешествовать по поверхности и расширять свои исследования. Астронавты Аполлона привезли на Землю 382 килограмма 842 фунта камня и почвы для изучения. Затем США подключились с девятью космическими кораблями NASA Ranger, которые были запущены в период с 1961 по 1965 год, и дали ученым первые фотографии поверхности Луны крупным планом. Миссии рейнджеров были смелыми и разовыми. Космический корабль был спроектирован так, чтобы лететь к Луне и делать как можно больше изображений, прежде чем упасть на ее поверхность. К 1965 году изображения всех миссий рейнджеров, особенно Ranger 9, показали более подробную информацию о пересеченной местности Луны и потенциальных проблемах, связанных с поиском места для беспрепятственной посадки людей. Каждая миссия после Аполлона-11 устанавливала новые вехи в космических путешествиях и исследовании Луны. Через четыре месяца после того, как первые люди достигли Луны, Аполлон-12 приземлился, достигнув гораздо более точной посадки на Луну. Аполлон-13 едва избежал почти катастрофы, когда в апреле 1970 года взорвались бортовые кислородные баллоны, вынудив экипаж отменить запланированную посадку на Луну. Все трое выжили. Во время третьей высадки на Луну в январе 1971 года командир Аполлона-14 Аллен Шепард установил новый рекорд самого дальнего полета на Луне — 9 тысяч футов. Он даже швырнул несколько мячей для гольфа в ближайший кратер из самодельного шестигранника. Аполлон-15, запущенный в июле 1971 года, был первым из трех миссий, способных на более длительное пребывание на Луне. В течение трех дней, проведенных на поверхности Луны, удалось собрать сотни фунтов лунных образцов и проехать более 17 миль на первом пилотируемом лунном багги. Советский Союз отправил на Луну дистанционно управляемый вездеход «Луноход-1» в 1970 году. Аполлон-16 и Аполлон-17 в 1972 году совершили два последних полета на Луну с экипажем. А российский космический корабль «Луна-24», летевший без экипажа в 1976 году, был последним, кто приземлился до следующего столетия. Образцы, собранные во время этих лунных исследований, дали огромное количество знаний о геологии и формировании Луны. После драматических достижений 1960-х и 1970-х годов основные космические агентства на несколько десятилетий переключили свое внимание на другие объекты. У НАСА в настоящее время есть три роботизированных космических корабля, исследующих Луну — лунный разведывательный орбитальный аппарат и двойной космический корабль. С прошлыми программами разобрались. Теперь поговорим о том, что планируется в ближайшем будущем. Самой перспективной программой, на мой взгляд, является «Артемис». Эту программу представила НАСА в 2019 году. Согласно этой программе, сверхтяжелая ракета SLS Space Launch System доставит астронавтов на Луну не позднее 2024 года. Программа состоит из двух фаз. Первая фаза предполагает высадку американских исследователей в районе Южного полюса, где находятся залежи водяного льда. Вторая фаза должна будет обеспечить постоянное присутствие астронавтов на поверхности спутника. Россия «Роскосмос» планирует возобновить свою лунную программу в следующем 2021 году. Для этого уже в этом году хотят протестировать две новые ракеты. Российская лунная программа будет реализована в несколько этапов — вплоть до 2040 года. Первоочередной задачей является отработка всех необходимых технологий, например, таких как создание базового модуля около лунной станции, а также испытание пилотируемого корабля «Федерация». На втором этапе необходимо отработать средства доступа на поверхности Луны. Также на этом этапе планируются первые тестовые пилотируемые полеты. На третьем этапе должно быть завершено строительство российской лунной базы. Все это планируется осуществить с 2030 по 2035 года. Космонавты пробудут на Луне по меньшей мере две недели. Китай Конечно же, без Китая не обошлось. Эта страна никак не хочет отставать от конкурентов, желая стать космической сверхдержавой. В прошлом году она направила аппарат Чанге-4, который успешно приземлился на поверхность Луны. Эта новость наделала достаточно много шума. На данный момент Китай собирает свой луннолет Чанге-5. Когда планируются его запуски, какие этапы реализации этой программы пока неизвестно. Но его миссия — взять образцы лунного грунта весом до 2 кг для дальнейшего изучения. Китай, похоже, собирается выиграть новую лунную гонку, опередив США и Россию. С 2013 года китайцы ведут разработку «Великого похода-9» — сверхтяжелая ракета. К тому же еще периодически из Китая доходит информация о посадочном модуле для пилотируемого космического аппарата. Другие страны Космическими державами хотят быть и другие государства. Например, страны Европы, а также Индия и Япония. Индия работает самостоятельно, а вот Япония и Европа объединяются в совместные программы. Зачем человечеству эта безжизненная каменная пустыня под названием Луна? Сегодня многие компании весьма заинтересованы в лунном туризме. Другие хотят получать ресурсы на Луне. А третьи рассмотрели Луну как возможный новый дом для человечества. Израильская команда SpaceIL имеет маленький зонд. Но его главная задача — не только добраться до Луны, а вдохновить всех юных израильтян на всей планете. Эта посадка должна стать мотивацией для нового поколения инженеров и ученых, которые смогут создать технологии для исследования Вселенной. Многие надеются, что в дальнейшем страны смогут использовать Луну как некий плацдарм для дальнейшего покорения планет, например, Марса. Получая ресурсы Луны, группы ученых смогут извлекать материалы, используемые для ракетного топлива. Именно это позволит добраться до планет, которым раньше не удавалось долететь. Именно так считает основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигеллоу. Эта компания ориентируется на создание базы на Луне и ее развитие. Также Луна сможет стать неким полигоном для миссий в другие, более далекие места Солнечной системы. По словам Бигеллоу, для его компании может понадобиться большое число астронавтов, которые будут обеспечивать деятельность полетов, вносить инновации в космическое оборудование, информировать людей и многое другое. Бигеллоу надеется, что это станет реальностью уже через 10 лет. Но возможно ли разным странам бок о бок работать на Луне без конфликтов? По словам Бигеллоу, наша история практически не имеет случаев мирного сосуществования. Именно поэтому человечеству необходимо поумнеть и решить все конфликты на Земле, а не переносить их на Луну. Людям придется выработать абсолютно новый уровень отношения и уважения друг к другу и к освоению всего космического пространства. Все государства и частные организации должны будут согласовать и установить общие правила, которые будут регулировать, кто имеет право на определенный участок лунной поверхности. На сегодня никто не может владеть кусочком Луны в соответствии с договором ООН от 1967 года, который подписали 128 стран. Какие отношения нас ждут с Луной в дальнейшем? И сможем ли мы на выходные летать на спутник Земли? Поживем? Увидим! Сложно представить наше ночное небо без Луны. Кто-то сравнивает ее с головкой сыра, кто-то видит на ней незамысловатую мордашку, пристально наблюдающую за ночной жизнью. А кому-то она просто освещает вечерний путь. Луна — это первый спутник планеты, находящийся к Солнцу ближе всего. Наши соседи, Меркурий и Венера, вращаются в пространстве, не имея ни одного спутника. Но вот уже Марс может похвастаться двумя естественными спутниками. А дальше больше. Только представьте себе, в 2019 году астрономы открыли 20 новых спутников Сатурна, благодаря чему он стал рекордсменом в Солнечной системе по количеству известных спутников. Их у него аж 82. Вот это действительно оживленное движение. А еще говорят, что в космосе сплошная пустота. Остальные планеты нашей системы тоже имеют по несколько десятков спутников. Однако сегодня нам бы хотелось выяснить, а какие из этих лун можно назвать самыми интересными. Давайте узнаем. Ганимед. Ганимед — это самый большой спутник в Солнечной системе. И обращается он вокруг Юпитера. У него даже есть собственное магнитное поле. Его диаметр равен 5268 километрам, что на 8% больше, чем у Меркурия. При этом масса Ганимеда составляет всего 45% массы того же Меркурия. Но среди спутников планеты она рекордно велика. Луну Ганимед превышает по массе в 2,02 раза. Он как нельзя кстати подходит своему хозяину Юпитеру. Этот спутник открыл Галилео Галилей, а название ему дал другой астроном — Симон Марий, в честь виночерпия на пираху Зевса — Ганимеда. К слову сказать, Марий дал имена и некоторым другим спутникам. Поэтому с его легкой руки имена героев античной мифологии стали широко распространяться в открываемом мире лун. В обиходе спутники иногда так называют — лунами. Некоторые ученые считают, что наиболее перспективным небесным телом для колонизации является не Марс, а Титан — спутник Сатурна. Он обладает плотной атмосферой, на треть плотнее земной. И на нем, вероятно, есть вода, из которой можно получить кислород. Эта же атмосфера надежно защищает его от космической радиации. И к тому же Титан — единственное кроме Земли небесное тело, на котором доказано существование жидкости на поверхности. Одна беда — местная атмосфера состоит в основном из метана и других непригодных для дыхания газов. К тому же тут очень холодно — около минус 180 градусов Цельсия. Второй по размеру спутник Юпитера — один из четырех галилеевых спутников, и самый удаленный среди них от планеты — это Калиста. Является третьим по величине спутником в Солнечной системе после Ганимеда и Титана. Диаметр Калиста составляет около 99% диаметра Меркурия. Был открыт в 1610 году Галилео Галилеем. Назван по традиции в честь персонажа древнегреческой мифологии Калиста — любовницы Зевса. Тем не менее, сама эта Луна — не самый красивый объект в нашей системе. Он известен как спутник с наибольшим количеством кратеров, которыми покрыта практически вся его поверхность. Геологической активности на Калиста нет, поэтому и рельеф не сглаживается. Ио — спутник Юпитера. Ио является самым геологически активным телом Солнечной системы, так как на его поверхности находится более 400 действующих вулканов. У некоторых вулканов выбросы настолько мощны, что поднимаются на высоту 500 километров. Ио в основном состоит из силикатных пород, окружающих расплавленное ядро из железа или сернистого железа. Большую часть поверхности Ио занимают равнины, покрытые серой или замерзшим диоксидом серы. Но на поверхности этой Луны также можно заметить более 100 гор, которые выросли благодаря сжатию коры спутника. Некоторые из этих пиков — выше земного Эвереста. Единственный известный спутник, вращающийся в противоположную планете сторону, — это Тритон, спутник Нептуна. Тритон — один из немногих геологически активных спутников в Солнечной системе. О его сложной геологической истории свидетельствуют следы тектонической активности. Замысловатый рельеф и многочисленные криовулканы, извергающие азот. Средняя температура поверхности Тритона составляет минус 235 градусов Цельсия. Это настолько холодная поверхность, что азот, вероятно, оседает на ней в виде иния или снега. Таким образом, Тритон предположительно является самым холодным объектом в Солнечной системе из тех, что обладает геологической активностью. Миранда — спутник Урана. Смена сезонов на Миранде очень своеобразна. Каждый полюс этого спутника 42 года находится в полной темноте и 42 следующие года непрерывно освещен. Миранда обладает уникальной в своем роде поверхностью с большим разнообразием форм рельефа. Это трещины, разломы, долины, кратеры, хребты, углубления, скалы и террасы. Ее поверхность вся будто изрезана. И именно здесь находятся самые глубокие ущелья в Солнечной системе. В десяток раз глубже самых глубоких каньонов Земли. Харон — спутник карликовой планеты Плутон. Его диаметр составляет приблизительно 1200 километров. В 2006 году Харону предполагалось присвоить статус планеты, что в таком случае система Плутон-Харон считалась бы двойной планетой. Однако в окончательном варианте резолюции было введено понятие «карликовая планета». К этому новому классу объектов был отнесен Плутон, а Харон остался классифицироваться как спутник Плутона. В июле 2015 года американский зонд «Новые горизонты» впервые в истории достиг Плутона и Харона и исследовал их с пролетной траекторией. Были сделаны снимки, как видимой при максимальном сближении стороны, так и обратной. Ее снимки были сделаны перед сближением и поэтому имеют более низкое разрешение. На них отчетливо видно, что Харон заметно темнее Плутона. Похоже, что эти объекты существенно отличаются по составу. В то время как на поверхности Плутона много азотного льда, Харон покрыт водяным льдом, и его поверхность имеет более нейтральный, менее красноватый цвет. Япет — спутник Сатурна. На Япете находится уникальный горный хребет, который кольцом опоясывает экватор спутника. Его высота достигает 13 километров, ширина — 20 километров. Отдаленно что-то в этом напоминает космический грецкий орех. Переднее полушарие Япета черное, как копоть, а заднее, ведомое полушарие, блестит почти столько же ярко, как свежевыпавший снег, и соперничает с одним из самых ярких объектов в Солнечной системе — спутником Юпитера Европой. Кстати, опоясывающий хребет есть и у дальнего соседа Япета — Пана, который имеет необычную форму, напоминающую пельмень. Предположительно, такая форма объясняется оседанием материала колец Сатурна на поверхность Пана. Еще один спутник газового гиганта Сатурна, опоясанного системой колец — Мимас. Фанаты «Звездных войн», взглянув на его фото, сразу обнаружат его сходство со «Звездой смерти» из знаменитой франшизы. При диаметре около 400 километров, Мимас — самое маленькое в Солнечной системе небесное тело круглой формы. И в прошлом какое-то столкновение едва его не раскололо. Ударный кратер «Гершель» имел диаметр около 30% от диаметра самого Мимаса, и трещины, оставшиеся от чудовищного импакта, хорошо видны даже на противоположной стороне спутника. Следующими на очереди в нашей подборке будут сразу две Луны — Фобос и Деймос. Страх и ужас, как назвал их американский астроном Ассов Холл. Единственные спутники Марса получили свои имена в честь сыновей древнегреческого бога войны Ариса, он же Марс в римской мифологии. Так что с именами все предельно ясно. Кстати, астрономы искали их довольно давно перед тем, как открыть. Еще в путешествиях Гулливера Джонатана Свифта, написанных почти 300 лет назад, говорится, что астроном летающего острова Лапуты открыли два спутника Марса. Интересно еще и то, что Деймос с каждым оборотом вокруг планеты увеличивает радио своей орбиты, а Фобос наоборот уменьшает. Так что в будущем Деймос может улететь в космос, а Фобос упасть на Марс, спровоцировав небывалые для тамошних мест катаклизмы. Но это будет еще не скоро. Вот такие вот интересные и необычные Луны вращаются вокруг планет нашей с вами Солнечной системы. Как здорово было бы, если побольше исследовательских кораблей вылетало с нашей планеты для исследований всего этого спутникового разнообразия. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы и пятая планета от Солнца. Он в два с половиной раза массивнее, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые. Он состоит в основном из газов и поэтому известен как «газовый гигант». Юпитер – четвертый по яркости объект Солнечной системы. Ярче только Солнце, Луна и Венера. Это одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом Земли. Древние вавилоняне первыми зафиксировали появление Юпитера. Это было около VII или VIII века до н.э. Юпитер назван в честь царя римских богов. Для греков он представлял Зевса, бога Грома. Месопотамцы видели в Юпитере бога Мордука и покровителя города Вавилона. Германские племена видели эту планету как Донар или Тор. Когда Галилей открыл четыре спутника Юпитера в 1610 году, это было первым доказательством небесных тел, вращающихся вокруг чего-то другого, кроме Земли. Открытие также предоставило дополнительные доказательства модели Солнечной системы, ориентированной на Солнце Коперника. Верхняя атмосфера Юпитера разделена на облачные пояса и зоны. Они состоят в основном из кристаллов аммиака, серы и смеси этих двух соединений. Большое красное пятно, которое можно увидеть на Юпитере, это огромный шторм. Он бушует не менее 350 лет и настолько велик, что внутри него поместятся три Земли. Под массивной атмосферой Юпитера, которая состоит в основном из водорода, находятся слои сжатого газообразного водорода, жидкого металлического водорода и ядра из льда, горных пород и металлов. Внутренняя часть Юпитера, как полагают, состоит из трех регионов. Первый — это скалистое ядро, состоящее из различных элементов, масса которых в 12-45 раз превышает массу всей Земли. Ядро окружено второй областью — слоем электропроводящего жидкого водорода. Благодаря этому слою, который составляет большую часть массы планеты, Юпитер имеет такое сильное магнитное поле. Третий регион состоит из обычного водорода со следами гелия, который переходит в атмосферу планеты. Увлекательное свойство Юпитера состоит в том, что он излучает больше энергии, чем получает от Солнца. Это связано с тем, что планета настолько массивна. Это связано с тем, что планета настолько массивна. В результате такой большой массы Юпитер оказывает на себя сильную гравитационную силу, что приводит к сжатию планеты в целом. Совокупный эффект всей этой внутренней силы заключается в выработке большого количества тепла, которое затем излучается в космос. Также интересным является еще один факт. Космический телескоп Хаббл не так давно зафиксировал удивительное событие на северном полюсе Юпитера. Он, как и Земля, имеет полярное сияние. Северное сияние. Которое вместо мистического зеленого, как на Земле, кажется светится электрическим синим цветом. Аврора Юпитера или полярное сияние – это потрясающий электрический синий водоворот, который в действительности является ультрафиолетом. Это значит, что его нельзя увидеть невооруженным глазом. У Юпитера 56 подтвержденных спутников, которые вращаются вокруг планеты. Эти спутники разделены на три группы. Внутренние спутники. Они вращаются очень близко к Юпитеру, а иногда их называют группой Амальтеи. Имена внутренних спутников Юпитера – Метис, Адрастея, Амальтея и Фива. Спутники Галилея. Это самые крупные спутников Юпитера и были открыты Галилео-Галилеем в 1610 году. Ио, Европа, Ганимед и Калисто. Внешние спутники. Эти спутники значительно меньше и отдаленные от Юпитера. Они также имеют неправильные эллиптические орбиты. Юпитер имеет тонкую кольцевую систему. Его кольца состоят в основном из частиц пыли, выброшенных из некоторых меньших миров Юпитера во время столкновений с приближающимися кометами и астероидами. Существует провокационная теория о том, что Юпитер – неудачная звезда. Современные научные знания свидетельствуют о том, что если бы Юпитер на самом деле был приблизительно в 80 раз более массовым, ядерный синтез имел бы место в его ядре. Таким образом, Юпитер стал бы звездой, а не планетой. Научные знания Юпитера были значительно расширены со времен Галилея в результате многочисленных планетных миссий, что начались в 1970-х годах. Юпитер посетили много космических аппаратов. Девять из них были особо успешными. Первым космическим кораблем, который когда-либо добрался до Юпитера, был зонд НАСА Пионер-10, запущенный в марте 1972 года с целью изучения пояса астероидов, атмосферы Юпитера и внешней Солнечной системы. Примерно через полтора года в декабре 1973 года Пионер-10 столкнулся с Юпитером. Судно пролетало в пределах 200 тысяч километров от вершин облаков, покрывавших газового гиганта. Он сделал ряд открытий, включая измерения интенсивного излучения в среде Юпитера. Братом своего предшественника стал Пионер-11. Он был запущен в апреле 1973 года. Этот корабль стал вторым, кому удалось пролететь через пояс астероидов и посетить Юпитер в декабре 1974 года. Этот зонд зафиксировал детальные изображения большого красного пятна Иова, а также полюсов планеты, и измерил массу спутника Юпитера — Калисто. Миссии Вояжер и Галилео, направивших космический корабль на Юпитер и его спутники, обнаружили, что Европа, одна из крупнейших спутников Солнечной системы, имеет подводный жидкий океан, покрытый толстым льдом. Сейчас ученые считают, что Европа на самом деле может быть способной скрывать жизни, поскольку она соответствует трем важным условиям — биохимически полезные молекулы, источник энергии и жидкий растворитель — вода, в котором растворенные вещества могут химически реагировать между собой. Далее был УЛИС, запущенный в октябре 1990 года совместно с НАСА и Европейским космическим агентством. Он пролетел Юпитером в феврале 1992 года в рамках кругового пути к полюсам Солнца. Гравитация Юпитера использовалась как рогатка, чтобы отправить зонд обратно в центр Солнечной системы на солнечную полярную орбиту. Однако пролета было достаточно, чтобы УЛИС собрал полезные измерения напряженного магнитного и радиационного поля Юпитера. Миссия УЛИСа закончилась в июне 2009 года. Зонд «Кассини-Гюгенс» — миссия НАСА-ИСА, итальянское космическое агентство, является одним из самых известных. Космический аппарат вышел на орбиту в 2004 году. Он направился к кольчатой планете мимо Юпитера в декабре 2000 года. Через три года после запуска в октябре 1997 года. И самая интересная из всех — миссия НАСА ЮНОНА. Она исследует Юпитер с орбиты, передавая удивительные фотографии, атмосферные данные и другие наблюдения о самой большой планете нашей Солнечной системы. Зонд ЮНО был запущен 5 августа 2011 года и прибыл на орбиту вокруг Юпитера 4 июля 2016. Это самый отдаленный космический зонд, который когда-либо питался от солнечных решеток. Ожидается, что миссия в размере 1-1 миллиард 100 миллионов долларов продлится до июля 2021 года. Ученые обнаружили, что интенсивная радиационная среда Юпитера освещает ледяную оболочку Европы, которая скрывает огромный, потенциально пригодный для жизни океан соленой жидкой воды. «Если Европа не под этим излучением, это будет выглядеть так, как наша Луна выглядит для нас, темной на теневой стороне», сказал ведущий автор исследования Мурти Гудипати, ученый в лаборатории реактивного движения НАСА. «Но поскольку ее бомбит излучение Юпитера, она светится в темноте. И поэтому вода из подземного океана Европы местами пробивается на поверхность. То, как меняется этот состав, может дать нам подсказки о том, есть ли в Европе условия, пригодные для жизни», – сказал Гудипати. Члены команды отмечают, что вариация цветов варьируется от зеленого, синеватого до беловатого, в зависимости от состава поверхности. Ученые могли бы наблюдать свечение вблизи относительно скоро, благодаря зонду НАСА Европа Клипер, который планируется запустить в 2020-2021 году. Клипер осуществит орбиту вокруг Юпитера и тщательно изучит Европу на десятках рейсов, собирая данные, которые помогут исследователям оценить пригодность спутника и спланировать жизненно важную миссию посадки на Европу. Десант был санкционирован Конгрессом, но на данный момент он остается концепцией, а не полноценной миссией НАСА. И все же один вопрос остается открытым – сможет ли новая миссия найти жизнь?